Всем здарова, меня зовут Илья, я сел перед камерой. Это значит, что настал час качественного контента для музыкантов. В этом видео я расскажу о том, как сделать так, чтобы твоя партия на бас-гитаре, твоя игра была похожа максимально с игрой фирмачей. А точнее я расскажу, как играть круто заполнение и обыгрывание аккордов. В английском языке есть слово, которое часто используют музыканты в своем общении между собой, в сленге. Это слово fill, которое буквально обозначает заполнять, наполнять что-либо, какое-то пространство. Именно вот эти заполнения, они часто называются именно как филы, можно так сказать по-простому. Как сыграть круто фил? Окей, разобрались. Если быть точнее, я покажу тебе лайфхак, методику, некое упражнение, которое поможет тебе лучше понять, как играть круче заполнение, как прокачать свой уровень игры заполнений и обыгрыша аккордов. Я знаю, что некоторых из моих подписчиков волнует такой вопрос, как круто заполнять, как круто обыгрывать или подыгрывать другим инструментам, например, гитаристу. И это видео тоже реально может помочь в этом. Какие-то моменты прояснить, понять и улучшить свое понимание ситуации. Начнем с самого начала заполнений. Даже не то, что прям сразу к филам перейдем, а именно начнем с самых азов заполнения, самых азов обыгрывания аккордов на бас-гитаре. И важно понять, какие ноты тут канают, какие ноты нужно в первую очередь использовать. Представим на минутку. Я думаю, что в этом есть доля правды. Представим, что самая главная нота в музыке, в аккорде, это тоника. Первая ступень. И в любом случае, когда, например, басист приходит в группу, начинает аккомпанировать вокалисту, вокалистке или другому инструменту, который солирует, то от него в первую очередь ждут тоник. В первую очередь. Самое главное, чтобы басист играл тоники. Это всегда. Ну, в поп-рок музыке это как минимум. Да и даже во фьюжене, хотя там в меньшей степени, но в любом случае тоник это супер важная нота для басиста. И от вас будут ждать именно тоник. Если представить то, что тоник это самая главная нота в мире вообще, в аккорде, соответственно, то, что между тониками аккордов мы будем считать, что это заполнение. Мы будем считать, что это обыгрывание. То, с чем мы связываем вот эти тоники, эти тоники аккордов. Это важно. И то, как вы это делаете, зависит лишь от того, сколько часов вы провели за инструментом, сколько мы музыки слушали и вообще многих факторов. Тоника главная нота аккорда. Это первая ступень. Если это, например, соль мажор, то будет соль, до минор, до и так далее. Это понятно. И то, как мы соединяем эти аккорды, и есть то, чем мы заполняем это пространство. Вторая по мастер-ханности нота для бас-гитариста это квинта. Пятая ступень. Если мы, например, берем аккорд до, то пятая ступень у нас будет соль. Понятно, да? И это будет нота соль. Ее можно играть вверх, а можно играть вниз. Можно чередовать. Почему пятая ступень такая популярная? Почему в любой почти партии, неважно в какой музыке, джаз, блюз, фанк, рок, она всегда есть. И почему она раскачивает? Так, вот эта вот игра с квинтами, игра вот этих вот, как в народе говорят, с картошки, это очень вещь на самом деле банальная, но с другой стороны, мало кто умеет эти картошки круто играть. И эти картошки именно за счет вот этой пятой ступени, обычно играющуюся снизу, да? Это я играл на заполнял, вот это неважно. Главное, что здесь у нас Игра картошек. Почему она такая мастхэвна? Окей, объясняю. Пятая ступень это доминанта, доминантовая ступень, и доминанта всегда тяготеет к тонике. И когда человек играет поочередно первую пятую, как бы нагнетая, потом разрешаясь, нагнетая, это эффект дает такой вот пружина, раскачивание такого вот движухи, так скажем. Поэтому пятая ступень очень хорошо работает, хорошо раскачивает, ее часто используют. Но, естественно, не одну пятую, да, мы можем чередовать с третьей. Можем чередовать с третьей, с пятой. Можем использовать также еще одну ноту, седьмую ступень. Обычно очень круто звучит в миноре. К примеру, седьмая ступень, играем ниже ее только. Естественно, постоянно чередуются пятая, третья, седьмая. Но, как правило, основная пятая в миноре используют седьмая и третья. Седьмая в мажоре редко используется, потому что она не так круто звучит. Потому что всего лишь полтона. Можно так играть, но она слишком будет, слишком радостно звучать, как-то слишком сахарно. Итак, подытожим. Главная нота у нас в аккорде тоника, главная нота в музыке, пожалуй, будем считать, что тоника. Все, что между ними, это есть заполнение, есть филы, есть обыгрывание аккордов. И основные ноты для обыгрывания это пятая, третья, седьмая ступени, которые мы чередуем. Да, я показал, нарисовал схему, можно посмотреть и поиграть самому. И дальше, в зависимости от стиля музыки, вы эти ноты вставляете. Прежде чем перейти к следующему этапу моего повествования, моего рассказа, стоит задать себе вопрос, включить мозг и понять, почему же у фирменных музыкантов, у суперкрутых, суперизвестных, признанных бас-гитаристов заполнения звучат круто, не надоедают, разнообразные, нетопорные. И всегда работают, не как, например, у большинства новичков или не таких крутых бас-гитаристов. А ответ на этот вопрос достаточно прост. Дело в том, что эти люди очень много играли, очень много репетировали, очень много делали одних и тех же вещей постоянно. И им это дало возможность накопить багаж, накопить багаж этих фраз, накопить багаж этих заполнений, и они поняли, как надо играть так, чтобы не надоедало. И сегодня мы об этом поговорим, и как раз будет вопрос, не вопрос, а как раз мы попытаемся понять, как сделать так, чтобы партия не надоедала, чтобы звучала гармонично и круто. Вот так. Возьмем, например, всем известного бас-гитариста Фли, который, бас-гитариста Red Hot Chili Peppers, который один из эталонных чуваков, которые реально умеют круто делать свое дело, реально умеют круто заполнять и обыгрывать, играть филы просто одним из лучших. Почему он так играет? Почему он такой крутой? А дело в том, что в Red Hot Chili Peppers всего три человека играют, всего три музыканта. Это гитарист, гитарист, басист, барабанщик. Окей, голос четвертый. Ну, именно инструменты, может стать три. И в данной ситуации ему просто необходимо постоянно заполнять пространство. Ему просто необходимо постоянно играть много. И он не может просто играть много, он должен играть круто много. Понятно, да, это очевидно. Он не может просто играть всякую фигню. И поэтому его просто заставила жизнь делать это круто. Он много играл, постоянно импровизировал на репетициях, на сцене. Постоянная импровизация И поэтому это уже годами выточено Человек с таким количеством работы Он просто не может делать ее плохо Поэтому к чему я говорю Эту всю информацию Потому что не все люди играют В «Ротхот-чемпеж» Не все люди играют огромное количество концертов Огромное количество репетиций Большинство ходят на работу У них есть основная работа Они занимаются басом или играют в группе Уже второстепенным каким-то вариантом И для таких людей будет полезно это видео И следующее упражнение Представим себе, что мы играем Аккорд до, до мажор Один такт, четыре четверти Простой пример Можно взять любой аккорд Ассетистон тоника до И в первой части такта мы раскачиваем Как это обычно бывает А во второй части мы используем пентатонику Мажорную пентатонику Ну не полностью А ноты мажорной пентатоники Первую часть мы раскачиваем Это первый вариант И дальше мы Вот этот хвост Последний такт Когда мы играем Четыре шестнадцатых ноты Та-та-та-та-та-та-та Мы постепенно, постоянно изменяем Убираем по одной ноте Это важно Бывает такая ошибка У большинства людей У, ну, так скажем У супер профессионалов У обычных банд гитаристов Они играют заполнение очень похоже У них нет разнообразия Они очень топорные в этом плане И постоянно повторяются И вот эта вот методика Она позволит тебе сделать так Что твои заполнения будут разнообразны Они будут надоедать И будут звучать гармонично То есть, если мы будем постоянно играть одинаково Будет типа такого Это звучит плохо Но если мы поработаем с этой концовкой С тем, что связывает следующий аккорд Это пространство следующего аккорда Изменим его Добавим или уберем ноту То уже будет круто Какие мы можем использовать ноты В этих связках, в этих филах Помимо пентатоники Мы можем использовать ноты обычной гаммы Например Вот так вот Можем использовать верх и низ Если мы, например, идем в аккорд Тонику аккорда Которую выше можно взять Или просто хроматическую гамму Все это можно использовать Но в первую очередь, как правило Мы именно играем пятерку Или тройку Или семерку в аккорде Это то, на чем держится Это устойчивые тона аккорда И на этом держится фундамент Дальше филы уже Можно использовать другие Но даже хроматическую гамму Даже те ноты, которые нет в тональности И это может круто произойти Например, в ду мажоре нет ноты фа диез Но мы можем использовать ее И это прозвучит Тут, 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 тут Тут, тут мы играем три восьмые только И это реально прозвучит Потому что мы не делаем на ней акцента Это не фундамент Можно любую ноту использовать Абсолютно не обязательно играть в тональности Всегда Но если это не основная нота Если ты на ней не останавливаешься Не делаешь упора Ты можешь делать упор Качать только на основных тонах Как правило Даже во фьюжн музыке Хотя во фьюжне и в джазе Иногда бывает, что тоника не так важна Например, можно вернуться в третью Разрешиться Или в пятую Как правило, в третью В пятую редко Ну или в седьмую даже иногда можно Но это в качестве больше такого вот Разнообразия немножечко такого Ну то же самое, что вот эти филы Не всегда в тонику Мы можем что-то изменить Это то же самое, только в другом направлении В другой теме Такая методика работает на любых аккордах На любых партиях Вы можете любую партию взять И добавить, убрать в конце ноту Соединяющие аккорды И это изменит чуть-чуть И поможет варьировать вам Ваш аккомпанемент На этом сегодня все Я надеюсь, что данный видос Поможет тебе понять лучше Как строить фирменное заполнение филы Обогатить свой запас аккомпанементов И запас фраз для обыгрывания аккордов И вообще Развить ритмичность Потому что без чувства ритма Без работы с метрономом Просто это невозможно сделать Такую методику в жизнь Возвести Невозможно правильно сделать Не работая с метрономом И не развивая чувство ритма И по идее Этот подход должен Поспособствовать тому Что чувство ритма будет улучшаться Особенно 16 минут Итак, подписывайтесь на канал Если я что-то говорю не то Или вы со мной не согласны Welcome в комментарии Ставьте лайки, дизлайки Пишите жирными буквами С чем мы согласны, с чем не согласны Обязательно жду Читаю всех Кроме хейтеров, конечно Людей, которые в основном не критикуют А только изливаются Хейтеров не читаю Но если действительно Плодотворная критика Какая-то Реально По делу То с удовольствием почитаю Потому что все мы учимся И я в том числе Нет человека, который идеально все знает Идеально все умеет Конечно же все учатся Поэтому я бы послушал Какие-то реально продуктивную критику Не какой-нибудь шлак На этом спасибо Всем любви Подписывайтесь Репостайте Лайкайте Всем до свидания